Всем привет! Меня зовут Владимир. В этом видеоролике я расскажу тебе, откуда берутся твои болезни, как болезни связаны с демоническими сущностями, почему болезни возвращаются к тебе снова и снова, почему нет никакого смысла употреблять любые медикаменты, таблетки, каким-то образом пробовать глушить корень проблемы. То есть в этом ролике ты узнаешь, собственно, откуда берутся все эти болезни и как через эти болезни питаются твои демоны. Это видео будет полезно для людей, которые имеют какое-то заболевание, они пробовали уже разные способы. Это может быть как медикаменты, препараты, они ходили по врачам, по поликлиникам, но ихняя болезнь никуда не уходила, либо же она на какое-то время исчезала, потом снова возвращалась, и так человек ходит по замкнутому кругу. Также это видео будет полезно для людей, которые верят в то, что болезнь это нормально, то есть что здесь такого, ну все болеют, и я болею, что тут такого, как бы, да? Заболел, принял таблетку, выпил какого-то сиропщика, этого достаточно, возможно выздоровел, возможно не выздоровел, а причину корень, откуда, собственно, взялась болезнь, человек даже понятия не имеет. Также это видео направлено для тех людей, которые уже пробовали различные медитации, аффирмации, занимались йогой, растяжкой для того, чтобы как-то улучшить свое здоровье, но тем не менее болезни все равно возникают. Люди, у которых есть онкология, это различные заболевания, такие как рак, например, это видео также будет полезным, так как такие люди уже разочаровались в том, что вообще, как бы, можно говорить про какую-то счастливую жизнь, у них стоит задача хотя бы просто для начала выжить. Если ты нашел себя в списке из этих людей, и тебе так с тобой резонирует, продолжай смотреть. Значит, смотри, как, собственно, получилось так, что ты перестал слушать свое тело. То есть, когда ты был маленький, ты понимал, что тебе необходимо. Ты знал, сколько тебе нужно кушать, ты понимал, когда ты выспанный, когда ты не вдоспал, то есть ты не выспался. Также ты понимал, что тебе нравится делать, что тебя раздражает, то есть что вызывает у тебя дискомфорт. Ты понимал, какие продукты тебе нравятся, какие не нравятся, с кем тебе хочется общаться, какие, например, дети тебя раздражают, и ты пытался уйти в одиночество, либо с другими детьми общаться. То есть у тебя уже были встроенные механизмы, которые тебе подсказывали. Тебе подсказывало твое собственное тело и твои чувства. То есть это то, что тебе было даровано Творцом. Творец сделал так, чтобы ты уже слышал себя, уже понимал себя и, соответственно, двигался в направлении своей жизни, исходя из своих чувств. То есть обращал внимание на свои индикаторы, которые есть в твоем теле. Но детство было сделано твое таким образом, что у тебя было воспитание. У каждого человека было воспитание, у кого-то оно было условно хорошее, у кого-то оно было плохое. Но тебя заставляли делать то, что ты не хочешь, то есть тебя подчиняли, делали так, чтобы ты был послушный и удобный. Например, если говорить о питании, тебя заставляли кушать ровно столько, сколько считали нужным твои родители. То есть если их приучили кушать три раза в день, это завтрак, обед и ужин, значит и ты, собственно, будешь так кушать. А что, если тебе такой метод, такое питание не подходило? Ты был маленький, ты этого не понимал, но тело твое знало. То есть когда в тебя засовывали еду насильно, а ты не хотел этого, то есть у тебя не было чувства голода, ты был сытый. А в тебя ложкой пихали еду и говорили, что нужно за маму, за папу. Ты плевал с этой едой. Многие дети не любят молочные продукты, то есть кто-то не любит манки, различные каши, и это нормально. Тело говорит о том, что мне не подходят эти продукты, то есть они не есть для меня полезными. И ребенок плачет, и таким образом это все выплевывает, выблевывает, ну и так далее. То есть также, когда тебя засовывали такую пищу, у тебя начинал болеть живот. То есть что делали твои родители в таком случае? Они вызывали врача, либо ввели тебя в поликлинику. Там тебе назначали таблетки, медикаменты, которые лишь только усугубляли твое состояние. То есть все те таблетки, которые были, они сбивали только твои симптомы. Твое тело по-прежнему болело, оно по-прежнему тебе говорило, кричало, показывало всем своим видом, что у меня проблема, но таблетки это заглушали. Таким образом ты еще больше перестал слышать свое тело. Что касается, например, простуд, часто ты замечал, что ты был маленький, либо ты замечал других людей, да, что дети болеют очень часто простудой, ангинами, температура, кашель. Почему так происходит? Принято считать, что в принципе это связано с тем, что ты где-то простудился. Да, это действительно возможно, где-то подул ветер, это возможно. То есть это нормально. Но большинство болезней, которые запускало твое подсознание, было связано не с тем, что ты где-то простудился, а с тем, что тебе нужно было идти делать то, что тебе не нравилось. Это идти в школу. То есть ты ходил в школу, там ты чувствовал дискомфорт, тебя прогибали различными правилами, тебя заставляли делать то, что тебе не нравится, заставляли учить те уроки, которые тебе не интересны. Ты уже тогда четко понимал, что тебе это все не нравится. Ты знал внутри себя, что это неправильно, что это тебе вредит, что это не приносит тебе никакой пользы. Но несмотря на это, тебя все равно водили в школу, если бы ты даже начал бы что-то как-то возникать, то есть ты бы начал бы сопротивляться, твое мнение бы никто бы не спрашивал. Потому что родители считали, что ты есть ихняя собственность, а ты был полноценным человеком. Ты был и заслуживал права выбирать, что тебе нравится, что тебе не нравится. В общем, это и есть система рабства, которую тебе вбивали в голову, и принято считать, что это нормально. Так вот, вернусь к школе. Перед школой у ребенка часто возникал кашель, болезнь, то есть простуда, температура повышалась. Это было связано с тем, что у него есть такой механизм, как подсознание. Это очень умная машина, которая умеет запускать процессы в теле. И представь, что это подсознание запускало кашель и температуру для того, чтобы ты не пошел в школу. На это обращали внимание родители, что они говорили тебе. Ну и сегодня побудешь дома, пару дней побудешь дома. Вызвали врача, тебя снова засовывали всякие таблетки, которые делали еще хуже. То есть по мере взросления перестал слышать свое тело. И тем самым перестал слышать самого себя. Хорошо. Тогда ты спросишь, а при чем же здесь демоны? То есть какое отношение имеют здесь демоны? Для начала ты должен понимать, что физическая болезнь всегда возникает как последствия. То есть чтобы появилась какая-то болезнь, должно произойти какое-то событие. То есть должно произойти какая-то ситуация, которая повлечет за собой болезнь. Это должна быть травматическая ситуация, где твой дух вытесняется. То есть происходит шоковое событие, сильный стресс, где дух покидает на время тело. В это тело заходит что-то, что является полной противоположностью твоего духа. И оно начинает брать рычаги управления на себя. То есть происходит разлом в сознании, вытесняется дух, заходит сущность, демоническая сущность, которая записывает тебе убеждения о том, как тебе нужно жить, как тебе нужно действовать и как тебе нужно мыслить. Таким образом, когда оно заходит, в твоем теле ослабевает иммунная система. И когда она дает сбой, в ней размножаются паразиты, бактерии, микроорганизмы. То есть твое тело начинает, грубо говоря, страдать и ослабевать. Хорошо, ты тогда скажешь, почему демон есть учитель? Ты можешь в них верить, можешь в них не верить. Но если ты уже много всего перепробовал, и все равно у тебя есть болезни, которые ты не можешь решить, скорее всего, ты бы не стал смотреть это видео. Просто у тебя все было бы хорошо, смысла нет смотреть. Так вот, так как в этих всех источниках сказано, что демон – это только злое существо, на самом деле каждый демон есть твоим учителем. Он тебя обучает, он обучает тебя через страдания. Да, этот метод очень жесткий, но по-другому ты просто не понимаешь. И у каждого такого демона есть призвание. Его призвание – это обучать человека, давать ему жизненные уроки. Когда ты посмотришь на это с другой стороны, на сущности, и поймешь, что оказывается он тебя обучает, а я думал, что их всех нужно изгнать. Да, их нужно изгонять однозначно. Но большинство из них являются очень мудрыми учителями. Они очень древние, и они очень много знают о тебе, о мироустройстве и, собственно, о твоем теле. Так вот, что, собственно, нужно, чтобы понять урок от демона? Для начала тебе нужно попасть в то место, где они обытают. Они все обытают в твоем подсознании. То есть они обытают там в виде программ. Представь, что у тебя есть компьютер, и он поражен вирусами. Вот этот вирус – это и есть демон. Когда ты заходишь в свою операционную систему, в своего компьютера, другими словами, подсознание, ты имеешь доступ туда, к рычагам управления. И ты можешь столкнуться с тем же демоном. Для этого тебе нужно человека, который тебя туда проведет. Он тебя проведет. Ты сможешь пообщаться со своим демоном и понять главный урок. То есть почему у тебя возникла та болезнь, которая тебе мешает, из-за которой ты страдаешь. Как правило, ты узнаешь, что ты совершаешь те действия, которые тебе вредят. То есть ты однажды принял решение себе вредить. Ну, на самом деле, туда зашел демон, который прописал тебе вот это убеждение. И ты начал так делать. То есть ты вредишь себе, ты мыслишь определенным образом и совершаешь те действия, которые тебе мешают в жизни, которые тебя отравляют. И, собственно, ты будто был бомб, бьешься в стену. Возникает болезнь. Эта болезнь показывает тебе, смотри, вот твоя проблема. Перестань так делать, развернись и начни делать как-то по-другому. Как правило, болезнь не возникает от переизбытка чего-то. То есть ты за много работаешь, либо ты вообще занимаешься не своим любимым делом. Либо же ты много отдыхаешь, перебор в питании, ешь продукты, которые тебе вредят. То есть отравляешь свое тело. Демон, собственно, и пытается тебя этому научить, он тебе пытается показать. Смотри, проблема в этом. Ему абсолютно не важно, сколько тебе времени понадобится, чтобы это осознать. Это может быть год, два, три, десять, жизнь, одна, вторая. Времени нет, в твоем подсознании также времени нет. У демона времени нет. Это будет продолжаться до тех пор, пока ты не поймешь это. То есть ты будешь болеть до тех пор, пока ты не научишься слушать свое тело, слушать свои чувства и разбираться в этом всем. Как же, собственно, возникает рак? Рак возникает всегда тогда, когда человек принял решение больше не жить. Произошло какое-то событие, очень тяжелое для него. И после такого события человек принял решение больше не жить. Например, это может быть смерть близкого. То есть близкий был для этого человека смыслом жизни. Когда этот человек ушел, смысл жизни теряется. Человек больше не понимает, зачем ему нужно жить. Его подсознание запускает механизм самоуничтожения клетки и начинает поедать другие клетки. Таким образом, это медленная, плавная смерть с мучениями. То есть человек очень сильно в таком случае мучается. Хорошо. Как можно, собственно, себе помочь, чтобы изменить ситуацию? Если ты болеешь, не понимаешь корень своих болезней, ты уже перепробовал много всего, медикаменты, ты даже делал какие-то практики, какие угодно, дыхательные, йога, которые, в принципе, направлены на твое здоровье, что ты можешь сделать, ты можешь разобраться, то есть что ты делаешь не так. Для этого тебе нужно остановиться. То есть те действия, которые ты делаешь, тебе нужно перестать их делать и просто взять паузу, взять перерыв. Нужно подумать над своей жизнью. И задумайся просто. Можешь взять себе листочек, бумажку и начни выписывать, а что я делаю, что мне не нравится. А нравится ли то, что я хожу на эту работу? Нравится ли мне эта работа? Или она вызывает у меня только страдания? И каждый день, я думаю, как бы то отсюда было бы уйти, иначе заниматься то, что мне действительно нравится. Ведь в любом случае у тебя есть то, что тебе вызывает интерес. Ты читаешь об этом книги, информацию, ты готов это делать бесплатно, то есть тебе это по кайфу. Дальше ты можешь пересмотреть свое питание. Очень много болезней связаны с питанием. Посмотри, правильно ли ты питаешься. Возможно, ты ешь ту еду, которая вызывает болезнь. Дальше продолжаешь. Но ты где-то прочитал, что эта еда для тебя полезна. Она может быть и полезна для другого человека или для того, кто для тебя это написал. Но для тебя она лично, она является вредной. Так как ты не слышишь свое тело через те правила, которые в тебя заложили еще в школе. Ты этого просто не слышишь. Да даже банально, просто посмотри на своих учителей, как они выглядят. Большинство из учителей, которые тебя обучали, они ненавидят жизнь, ненавидят тебя, и они ненавидят то, чем они занимаются. И такой человек тебя обучал. Чему он мог тебя обучить? Он мог обучить тебя только лишь страдания. Посмотри, как внешне они выглядели. Они больные были, с очками ходили, старые. Я не говорю за всех. Есть действительно учителя, которые имели призвания быть учителем. Это было видно со стороны. К ним дети приходили на уроки, и к ним дети тянулись. Это было видно. Остановись, подумай, что ли я делаю. Может быть, друзья, с которыми ты общаешься, вы притворяетесь, и ты также с ними притворяешься. Просто подумай, то есть, что ты делаешь не так. Когда ты это сделаешь, ты сможешь выписать то, чего бы ты бы хотел. Начни вспоминать, что тебе нравилось делать еще, например, в детстве, в подростковом возрасте. Начни копать вглубь. Когда ты это сделаешь, у тебя появится какой-то фундамент, от чего можно будет оттолкнуться. На что обращай внимание, как демон тебя обучает. Если ты, например, делаешь какое-то действие, возьмем, к примеру, та же работа, либо общаешься с друзьями, с которыми тебе некомфортно, но ты себя обманываешь. Будь максимально честным с собой. Обрати внимание, что ты чувствуешь. Это и есть первое обучение. Чувство. В любом случае, у тебя так или иначе какое-то чувство возникает. Но ты привык просто таранить, просто включать какой-то тупизм и таранить, пробивать эти стены. Нет, я докажу, что нормально. Мне так сказали, я так буду делать. Там они бухают, я буду бухать. Они курят, я тоже буду курить. То есть, ты должен это понимать. Чувство появляется. И оно тебе показывает. Обрати внимание, что ты чувствуешь. Если есть дискомфорт, это уже сигнал. Перестать так делать. Что-то нужно менять. Если это не срабатывает, у тебя действительно начнет появляться болезнь. Это будет следующий урок. Жизнь тебя будет обучать. Это будут делать демоны. Демоны были созданы Творцом, чтобы тебя обучить. Когда возникает болезнь, тебе дадут время еще больше подумать. Но если ты вообще прям не понял, о чем урок, тебя могут положить и в больницу. Там ты точно подумаешь над своей жизнью и над то, что ты делаешь. То есть, обучение будет жесткое, но по-другому ты не понимаешь. А если ты прям еще и снова не понял, тебя просто отключат. Как правило, есть три предупреждения, после которых человека просто отключает, перезапускает. Реинкарнация, он идет в новую жизнь. То есть, все по-новой. Но те уроки, которые были, ему также придется снова проходить. То есть, эти уроки никуда не уйдут. Если ты думаешь, что в этой жизни ты поболел, а в следующей ты перестанешь болеть, ты сильно ошибаешься, у тебя снова будут те болезни. Чувство болезней передаются от родителей. Это через ДНК к тебе передаются родовые демоны. Например, когда ты усвоишь урок, когда ты пойдешь в свое подсознание с помощью человека, который знает, как это делать, он проведет тебе экзорцизм, ты сможешь разобраться в учителе, да, и ты можешь понять, что он тебе хотел научить. Он либо уйдет, так как он выполнил свою задачу, либо он поменяет свой облик, то есть он трансформируется. Представь, что демон, он будто дуален, он разворачивается к тебе, и он приобретает образ божественной сущности, которая, наоборот, тебе будет помогать. И если, например, ты понимаешь, что я больше не хочу работать, но я не знаю, что мне делать, ты можешь обратиться за помощью к этому сущности, и она будет тебя двигать, она будет тебя направлять в то направление, куда ты хочешь. Если ты хочешь заниматься бизнесом, также, например, ты не можешь им полноценно заниматься, потому что у тебя болезнь, ты страдаешь. Но когда вот эта болезнь уйдет, и представь, что демон развернет эту болезнь, таким образом, что весь этот ресурс возвращается к тебе. Когда он возвращается к тебе, представь, что ты можешь сделать. То есть сколько сил у тебя появляется, То, что от тебя забиралось из-за того, что ты не понимал урока, теперь оно будет направлено на тебя, тебе на пользу. Ты сможешь очень многое сделать. У тебя будут появляться новые идеи, новые мысли, как себя можно реализовать. И вот таким вот образом нас учат демоны. И таких уроков в жизни у тебя будет много. Так вот, если ты болеешь, задумайся, что ты делаешь не так. И если эта информация с тобой резонирует, ты понимаешь, что у тебя есть болезнь, ты не знаешь, как с ней разобраться, ты не знаешь, чему тебя хочет научить демон. Ты просто потерялся, ты запутался, перестал слышать себя, свои чувства. Записывайся ко мне на бесплатную консультацию. Вместе мы с тобой разберем, что же за демон, куда ты хочешь прийти, чем ты хочешь заниматься. И как, собственно, тебе болезнь мешает это сделать.